ну теперь видно так пока мисс нет но у меня что-то тут крутится сейчас секундочку я значит вижу вы меня видите вот а вас еще нет но у меня тут колечко крутится колечко крутится должно выйти его подключилась так у нас все записывается выставляется в интернет вы не против вот я хотела на счет этого тоже поговорить вы знаете вопросы которые я буду вам задавать по ходу дела они связаны с нашим храмом с нашей церковью поэтому такие вопросы конечно я бы не хотел что они вот такие вопросы не задавайте задавайте которые вас не касается мне тайны не надо никакой нет поймите тут тайны нету никакой таковой просто если например у нас батюшка узнать что я тут тайны как такой нет но все на весь мир я тут общаюсь и выставлю все это интернет мне конечно жаль тогда не будет разговора страх уничтожает человека это лишь понимаете просто у нас батюшка уже прихожан некоторым сказал значит вы не можете в храм ходить просто по на каком основании он говорит они можете храм что его разве храм-то храм-то для людей для него построен то вот смотрите у меня владимир володя дело в том что мой муж только что вышел он уехал на работу так как он во вторую смену и естественно я хотела я кстати пыталась там зарегистрироваться но мне что-то не получалось хотелось с вами поговорить и при этом я даже не хотела видео вставляться так как я такой человек что не то что мне скрытно и что-то нужно скрывать я такой человек я не люблю на публику выставляться понимаете у меня даже у меня нету я не в одноклассниках ни в каких-либо в чатах не у меня телефона нету такой человек что я люблю вот мой мир мой уголок моя семья мои дети я не люблю вот это все показуху поверьте мне а если я приду к примеру если батюшка узнать что и что я говорю о нашем храме нашей церкви естественно тут просто оно все взаимосвязано я хотела первый вопрос у меня вот связан вот очень так вот он такой же мы не договорили первый вопрос если вы против то ни одного вопроса не зададите мы отключимся и все я знаю что ничего путного из этого не будет потому что там сатана страхом обуял разные причины да как так если мы говорим полезное чем больше людей услышать тем лучше а так показуха христос зашел на горы что показуху проповедовал по проповедовал с лестницы весь израиль слышат патриарх проповедующего показуха вы слова то говорите какие-то не нехорошие зачем же это послушайте на секунду и подумайте у меня муж батюшки прислужил 13 лет храме я говорю мы живем в венеции за границей так как только открылся наш храм да мой муж вот нашел ваш сайт да мы стали смотреть мы все внедряться стали естественно мы остались под таким впечатлением все правильно вы эти всю правду но к сожалению мы являемся вообще белыми воронами то что православная церковь не является как таковой вот есть очень много ошибок и когда мой муж заявил батюшки что я не крещеный что я должен выходить из храма он на самом деле стала ходить с алтаря потому что я не являюсь крещеным я не должен находиться в данный момент на литургии вот оглашенные я должен выходить естественно батюшка помахал ему пальцем вокруг виска сказал у тебя не все в порядке володя даже вам писал про это меня естественно тоже бачка спрашивает твой муж и подурачился перестал то есть естественно это такой нет неприятный такие моменты когда ты против просишь бачку покрестить его а он на это смотрит нет ты крещеный это все нормально но это понятно какое отношение это имеет к нашему с вами разговору батюшка ты как он между нами влазит я не пойму ну а вопрос таков про десятину вот смотрите я должна дать эту десятину да это библии написано но если наш батюшка говорит что ну чё я не могу просить так как это никто не просит в православных церквях у нас нет такого продажи идет нормально как эту десятину давать мой муж говорит мою так будем давать да вот дадим там и все а я же не могу вообще даже свечку купить как при этом что мне делать скажите пожалуйста конкретного с муж когда будет дома у меня муж придет в одиннадцать ночи так как он во вторую смену он то придет будет говорить чтобы это было известно в интернете давайте тогда отложить его вопрос и при нем зададите задать вопрос сейчас я не буду отмечать если это время у меня даже время на это нет потому что люди ждут эти вопросы батюшка хорошо вот у меня есть вопросы которые от детям давайте мы мы если вы согласны о детях я буду отвечать но что мы с вами говорим это будет выставлено вы не против ну давайте давайте мне вы ответе конкретно вы не против что это будет выставлено значит батюшка я не против хорошо я слушаю вас говорите пожалуйста вот у меня очень вопрос такой интересный так как у меня мной много тета хотел задать вопрос как правильно воспитывать детей в библии что на это что пишется вот и и конкретно что можно как можно наказывать детей строка можно ли что-то вот такой вопрос детей как правильно воспитать хорошо я отвечаю у нас есть книги мои книги и они на нашем сайте в конце как поговорим я сброшу наши ресурсы запомните сайт не форума сайт на форуме то отдельно и на сайте там открыта книга прямо первая страница называется к истинному православию как только ткнешь я скину вам вам только ткнуть надо будет и она откроет и там о семье там все абсолютно тут я не буду об этом говорить все что говорит библия заметьте я по четырем параметрам там отвечаю все из библии выбрано что говорят святые отцы святые отцы что говорят каноны что говорят жития святых это огромный материал в дальше ничего нельзя ответить потому что я эту книгу писал собирал материал 40 лет из редких святых отцов здесь за границей доставал книги эти и узнавал вы найдете все ответы свои там так что еще я буду вам отчасти говорить вам это надо полностью полностью я вам скину второй вопрос вопрос о проклятии если например тебя даже работодатель какой-либо человек на тебя плохие слова плохие мысли вот направляет как они действуют на человека никак потому что я сейчас не закончил ли пока я не закончу постарайтесь не перебивать вот написано евангелист и он пишет первом послании дот кто в нас больше того кто в мире в нас дух святой а в мире сатана сокрушить сатану под ноги наши это кремлинам 16 глава 20 стих определенно не незаслуженное проклятие не сбудется но как воробей спорхнет улетит то есть не надо на это смотреть нам нужно учиться благословлять господь сказал благословляете а не проклинаете даже врагов поэтому вы к себе даже не обращайте никакого внимания будьте совершенно спокойны сотвори крестное знамение когда выходишь на улицу утром и скажи отрекаясь сатаны и всех дел его всех ангел его всей гордыни его и никого не бойся господь говорит прямо пророка иль говорит 3 10 господи туда веди твоих героев вы тоже в числе героев побеждайте сатаной не бороться надо побеждать побеждать избавить нас от лукавого так что будьте совершенно спокойно человек он не понимает что делать а вы скажите прости господи и благослови его он не понимает не понимать благословение все наши когда мы не ну я много раз уже говорил два благословения первое это благословение авраама и он говорит кто будет благословлять тебя бог говорит благословен будет кто будет проклинать проклят будет никогда не проклина и евреев никогда вообще никого не надо и последнее это десятина если ты ее не платишь ты проклят проклятием малахе р quant говорит вот это два стандарт chitati отца, мать. Детей это все посередине. Вот глад два полюса. Не трожь евреев и плати десятину. А что-то случилось? Еще нажать надо. Брат, подожди. Ну-ка. Еще-то нажать надо. Ну-ка вы, вытащи нас. Все. Поговорили уже. Все. Так еще не трогай. Я даже не задевал еще. Вот он спрашивает. Можете позвонить по скайпу? Ну, он ушел. Надо на нее выйти. Давно у меня таких не было, которые против, чтобы выставлено было. Сейчас. Может, путь? А? Да. Вот, сейчас я вас вижу. Вот, может, из-за этого и выключилось, что не видно было. Вот, может, я остановилась на вопросе о том, мы живем с неверующими родителями. У меня мама неверующая. Вот, как нам вот быть, если человек не церковный? Должны ли мы подавать пример, да, своим поведением, ухождением в храм? Да-то я вам сегодня, наверное, отвечал как раз. Нет. А они взволнованные, как море, говорят, неверующие. Пенятся с работами своими, выбрасывая и грязь. Я отвечал сегодня. Я думал, что это я вам отвечал. У меня большая почта идет. И кто-то спрашивал, что делать? Родители неверующие. Мира нет. Мы с женой живем. Вот, и что делать, и там даже как готовить пищу. Я на все вопросы ответил. Это не вы, значит. Ну как, просто терпеть, надо молиться. От родителей никак. Чти и уважай. Да, терпеть и молиться. То есть не ругаться. Не ругаться. Сохрани Бог. Сохрани Бог. Наоборот, особое почтение окажи. Это вот я маленький рассказик расскажу. Это китайский рассказ такой. Она пришла, а ее свекровку-то никак не принимают. Всяко преследуют. Она извела. Тогда она пошла, узнала в соседней деревне. Там живет, один травами занимается. И говорит, дай мне какую-то траву. Я отравить хочу свою свекровку-то. И он говорит, да люди узнают, как их. Знают, что мы между собой плохо-то жили. Да все знают. И сразу на тебя подумай, тебя расстреляют уже. Поэтому я дам тебе такое, чтобы ты помаленьку давала ей. А чтобы она не заметила, ты с ней по-хорошему. Она так и сделала. Пришла, мама, мама, а та удивляется, никогда мамой не называла. И по-хорошему. Она по-маленьку ей подливает. Через месяц они не разлей душа друг в друга. Она бегом в ту деревню и говорит, дайте другое там, чтобы она не умерла-то. Он говорит, я тебе ничего и не давал. Это Бог сделал это. Она изменила отношения. И отрава не была, никакой отравы там не было. И у них наладилось такое, что она в ней души нищает свекровки, а свекровка в ней. Потому что любовь, вот такое отношение, говорит, кости перемалывает врагов. Она что, я тебе против, а ты мне. Ну, волк рождает волка. Еще будет. У меня отец был и выпивал, и никакой веры-то нет. А умер по-христиански. И ничего не сделаешь. Я уверен, он меня убить искал. И как особо помощь старался, как можно больше сделать, приехать. Он с одной рукой из фронта был. Убирать, все делать. И каждый месяц с получки посылал домой. Нас 10 детей в семье. И Бог все сделал так. Пять сестер у меня были. Все до одной верующие. Брат второй за мной, который стал священником, протеерей. Видите-ка, у меня опыт очень большой. Я не сидел в углу. Вы где находитесь-то? Значит, мы находимся под Венецией. Значит, я своему мужу должна сказать, муженек, мы должны терпеть. Вы в Италии находитесь? Да. Ну, я так понял. Мы вот два года назад были в Италии, в Риме. Так что в Римской главной национальной библиотеке все мои 38 книг. Я по миру проехал с миссионерской поездкой и везде дарил. В Риме. Нам сильно понравился Рим. Библиотекарь. И все у нас заснято. Вы можете даже ролик посмотреть. Какие там молодые женщины фотографировались. Веселые такие. Мне понравилось. Спасибо, Господи. Как видите, как Господь. А к нам в Венецию не заехали, да? Нет. Мы там ездили в Ватикане были. Я там папам Венедикту, Франциску подарил книги свои. Книги. Я издатель. И поэтому книги, которые не имеют аналога в мировой литературе, настолько они глубокие. Вот я, допустим, показываю трехтомник Нового Завета. Мы, наше издание. Полностью толкование от Матфея с откровением. Впервые за 2000 лет такое вышло. Вы не видели его? Так, подай. Подай. Нет, я не... Сейчас, посмотри. Сейчас покажу. Я тоже хотела заказать. Сейчас. Нам очень дорого получается 700 евро. О. Вот вам видно? Да. Каждая книга 750 страниц. Вот оно как выглядит. Угу. Красивый переплет. Ну, красивый. Да, это не только это. Мы здесь раскрасили лучшего иллюстратора Гюстава Даре 240 картин библейских. 230. И 10 из классики. Господь так позволил, и вообще даже нельзя было сказать. Для вас-то это... Это сколько я забыл, кажется? 75 евро. Какая же это цена? Как 75? 750. Это полное, полное. Все 38. Все 38. Понятно. 38. А это 3. Кажется, 75, что ли, там, я посмотрю. 75 евро-то какое? А если заказать с России или с Украиной, намного дешевле? Если с Украины, никак. На Украине. На Украине дороже, чем за границей. Недавно у меня с Италии просили, с Италии, ну, не с Венеции. И получается, что туда отправить дешевле, чем на Украину. Вот так. А если в России заказать, дело с тем, что у нас друзья ездят. Ну, пожалуйста, вот это будет дешевле пересылка. Пересылка дешевле. А сама пересылка дорого стоит? Да, дорого стоит. Ну, и понятно. Вот недавно мы послали все книги. Они выписали. Она русская, среди католиков. Замужем за католиком. Но она обратилась, православная совсем. И попросили все книги. Они рассчитали сразу. И я им послал. Ровно два месяца шли книги туда. А сейчас поспросили в Данию. В Данию. Дошли книги, не дают и все. Не могут получить никак. Уже им туда что писать. Мы писали на почту, на английском языке. Уперлись. Еще надо неизвестно. Взятку какую-то или... Просто не знаю. А мы ездили по Скандинавии. Мы были в Португалии, дошли. Турцию. Мы проехали буквально всю Европу от Владивостока. Я везде дарил около 600 городов. Больших сел где. Подарил все 38 книг библиотеки. Потому что я знаю их возрождающую силу. Ну да, мы следим за... Каждый день смотрим. Да. Очень приятно, конечно, через вас. Чтобы люди уверовали и пришли к Богу. Это, конечно, приятно. Вы мне напишите, пожалуйста, потом в конце, сколько будет стоить, если в России вам заказать. А вы адрес должны сказать, район какой. Какой. Потому что если это рядом, Кемерово, это одно. А если это Петербург, другое. Потому что почта берет за расстояние. Хотя бы примерно. Чем вы будете рассчитываться? Евро или рублями? У меня двоюродная сестра под Москвой живет. А в России, если она рублями-то... Вот. Я тогда напишу, сколько и чего. Какой город. Город примерно, хотя бы область. Тогда мы... Я вам напишу. Да. Мы примерно так накинем, тогда сколько будет? Там 700, там 750 рублей. А это что, 10 евро? Пересыплено. Мой муж хотел все книги заказать у вас. Ну все, это, конечно, дороже. Все-то. Скажите, пожалуйста, ведь правда, ведь можно везде спастись. Не обязательно там где-то в России или какой-то... Или у вас. Конечно, Потерякина очень нравится. Но все-таки, если мой муж не приспособлен к физическому труду, то есть он сильно у меня здоровый, но он городской парень. Да, скажем. Ну и что? Что городской? Так а жена для чего? Жена должна его раскачать. Это... Он же должен семью кормить-то. А как же? А Яков как овец спас? Как? А врагам землю обрабатывали? Дальше-то мы считаем. Про какие были подвижники, пророки, апостолы, рыбачили. Рыбачить нелегко. Я знаю рыбаков. А как не работать-то? Жена именно за это и привязана, что он в любой обстановке заработает, прокормит. Она как за широкой спиной его стоит. Она за мужем. За мужем-то, за мужем. Вот так. Так что, ну, если он не знает, как это родители должны за это отвечать, как не приучили работать. Вот у нас семья бедная. Мы с пяти лет буквально пасли с отцом. Все своими руками можем делать. Надя Тихонович, он в городе вырос. Поэтому он жил в многоэтажном доме, на квартире. Но в городе-то сколько людей, которые все знают. Вот у нас приехал, его где-то не видно. Роман, ты где? Там. Там. Вот, приехал. И в городе многое умеют люди делать. И они очень-очень мудры бывают люди. И на заводе работает, и все делает, самолеты и танки. Да. Конечно, я считаю, что можно везде спастись. Даже в Италии. У нас, например, в нашей семье у нас, скажут, дневное чтение Библии, там молитва. И у нас детки тоже ходят в школу, в юбочках, в платьице, в длинной косах. Конечно, до платочков мы не дошли, но все-таки нас многим переубеждают. Везде можно спастись. Не обязательно в Россию ехать. Да, конечно. Это ведь правда. Это абсолютно везде можно. Но какая обстановка? Мы были во Франции, в Германии. Молодежь потерянная почти вся. А вот у нас в село строим, в поселке Потеряевка, лучшего места для воспитания детей, и учителя все православные. Вся деревня православная. И официально мы не в подполье. У нас электричество, интернет работает, официальная государственная школа. Но все верующие. Ребенок куда-то маленько не так, его любой подправит. Поставить на ноги. А в городе-то где он, куда пошел, с кем встречался? Наркотик раз-два, потом из дома все тащит. А у нас этого нету. У нас даже на территории деревни курить нельзя. У нас, где мы проживаем, я могу сказать, что дети тоже растут в благоприятной среде. Потому что в России и на Украине, смотрю, очень дети малые потерятся и курят. А у нас дети, у меня старше 10 лет, они не знают ни одного плохого слова. То есть, если где-то в плохая среда, то нужно только в 2 часа ночи на дискотеку. Там они найдут вот это все, где пьют, курят и матерят. Дискотека – это смерть. В школах и на улице у них все хорошо. Не ругаются, и пьяных мы не видим, не валяются, и наркоманов не видим. Поэтому я довольна с одной стороны. А дети-то по-русски разговаривают, а по-итальянски знают? Конечно. У нас дети на русском читают, пишут, и мы все время только на русском языке с ними общаемся. А в школах, конечно, учителя на нас чуть-чуть давят, что мы должны только на итальянском. Они ходят в итальянскую школу, конечно, они на двух языках спокойно говорят, да. Вот у меня еще вопрос, значит, о работе. Вы говорили о том, что, например, есть работа грековная, да, вот, например, там, где работают парикмахеры, там, я как-то занимаюсь в офисах уборкой. У меня еще есть одна работа, как в интернет-кафе, там, где есть компьютеры, и, конечно, игровой зал тоже там есть. У меня муж говорит, чтобы я бросила эту работу, чтобы я там больше не работала, так как там играют в азартные игры, то есть они там автоматы, все. И я решила у вас спросить тоже этот вопрос. Как вы считаете? Ну, вот, смотрите, по порядку, выпускает табачная паблика или водку выпускает? Мы это узнаем, если кто-то нас спрашивает, мы никогда не разрешим. Почему? Ты участник этой отравы. Тем более, если разные игры, игры, это все отнимает мозги, они как сумасшедшие делают, с одержимой демонами. А ты в этом участник. Я христианин. Вот заметьте, есть люди, которые не празднуют воскресенье, а субботу, адвентисты седьмого дня. А они никогда в субботу не выйдут. Они очень твердые в этом деле-то. А у нас хоть что делать с ними? Они не пойдут никогда. И они никогда табак не возьмут в руки. Поэтому надо рассчитывать силы свои, чтобы было свое окружение православное. Ну и, конечно, молитва. Молитва матери, отца, много значит. Ну, я хотела сказать, что никакую часть, я там ничего общего не имею. Я пришла, полы вымыла и ушла. Убежала, как говорится. Я в шесть утра там вымыла полы, час, и убежала. Я как-то кого-то там ничего не делаю. Полы-то это другое. Другое дело, когда игры составляют, программы. Но моя задача, моя работа, это полы вымыть. Ну, это никакого отношения не имеет. Вы хоть на вокзале будете. На вокзале, если вы будете, а там идут люди всякие, кто с чем занимается. Там и цыгане могут быть, и фашисты, и коммунисты. Вы чистоту наводите. А производство к вам никакого отношения не имеет. Потому что, если нас заставляет окопы рыть, мы будем рыть. У нас в армии никто не идет, оружие не берут. Клятвы не дают. От наших ни одного убитого во всем мире нигде нету. И не будет никогда. А вы нас расстрелять. Стрелять вы нас можете, но мы не будем. Мы можем раненых вытаскивать. Заминированное поле туда полезьте. Положить душу за ближних. Но отнимать душу, вытряхивать с другого мы никогда не будем. Нас не боятся ни мусульмане, никто. Мы дорогой едем, молимся. Они где молятся, и мы рядом. Когда говоришь, они к нам очень хорошо относятся. А другим головы режут. Меня пугали. В Чечню поедете, в Турцию, Азербайджан. Там. И проехали мы везде. И нас угощали. А нас заботились они. Вот как Бог сделал. Почему? Они верят, что мы верующие. Мы открыто молимся. Останавливаемся, расстилаем палатку. И молимся. Пришло время. У нас обязательно, чтобы днем 7 раз на молитву остановить. И каждый раз не меньше 100 поклонов. И они это видят. Все подойдут, спросят, разговаривают. Мы вот ездили. В доме мулы ночевали. Я в мещете у них зашел, молился. Поклоны делал. Комнату открыли там намаз. Мы молились. Все. А Святой Троице. Им это надо сказать. Знать. Это творение Божие. А не так, что они плохие. Мы-то ведь какие саммиты. Игнатий Тихонович, простите. Я хочу у вас... Все-таки хочу вернуться к этому моему прежнему вопросу. И сформулировать этот вопрос таков. Так. Простите, я уже много лет вообще на русском... На разных языках говорю. Потому что я много лет и жила и в Италии 15 лет. В Турции прожила 5 лет. Поэтому еще... У меня мама болгарка. Поэтому, говоря на многих языках, у меня уже русский язык, конечно, там. Вот. Вернувшись к первому вопросу, хочу спросить его таковым образом. Если у нас в храме нет сбора десятин, батюшка не собирает эту десятину. И они никак это не воспринимают. То есть нам это никак. Но никак, потому что никто не будет согласен, и батюшка никак не хочет. Могу ли я эту десятину дать, пожертвовать? Потому что есть очень многие люди, которые нуждаются в помощи. У меня, например, моя кума, она на Украине, они голодуют. И я своему мужу говорю, муженек, ну вот смотри, батюшка эту десятину он не принимает. Потому что он знает, что если он начнет с нас, нужно будет подряд со всеми, да, от всех брать эту десятину. Я говорю, поэтому лучше мы эту десятину будем высылать людям, нуждающимся на Украине. Война, которая на самом деле без пенсии, без зарплаты. И я на самом деле пытаюсь помочь этим людям. Естественно, мой муж нет, нужно дать только в церковь, и все. Я хотела бы все-таки этот вопрос услышать от вас. Тут дело в том, что вы оба правы. Вы можете священнику сказать, а почему он не берет-то, вы думали, почему он не берет-то? Готовые деньги он не берет. Потому что если он берет, то никакой торговли, ни за таинство, нигде, чтобы копейки не было. Вот в чем дело-то. Десятина это от Бога, а торговля от лукавого. Потому что никто вокруг, никто этим не занимается в десятинах. В других церквях нет в десятинах. Надо учить людей, учить. Он боится, что скажет владыка, что скажет патриарх. Бога не боится, а владыки боится. А владыка это Бог, а не человек. Владыка. Пускай он делает, как Бог повелевает. Во времена апостолов как было? Кто щедро сеет, тот щедро жнет. Приносили все имение, продавали к ногам апостолов. Вы десятину придите, священнику скажите и к ногам положите. Если он хоть один раз что-то сделать не возьмет, тогда сделайте, как вы. Но сначала сделайте, как муж говорит. К ногам положите, как апостолы делали. И посмотрите, что будет. Потому что мы считаем книгу Тавита, 1 глава 8 стих написано. Он десятину давал священникам, другую на содержание храма, а третью давал нищим. Три десятина, не одну. Ну, это не заповедано, это он по ревности делал. Десятина, она не наша. Это мы не понимаем, это Бог говорит, вы меня обкрадываете. Чем, он говорит, десятина и приношениями. Книга Малахии, 2-я, 3-я глава, считайте, Малахия. А как? Как я обкрадываю, так когда я заработал? Обкрадывайте, ты 90 евро заработал, а я тебе дал 100. Бог приложил ни за что, чтобы ты отдал, вернул Богу, чтобы ты был щедрый, не скупой был. Не был сребролюбивым-то. Меня обкрадывайте. Бог не сказал, что ты дал десятину, жену обокрал или семью обокрал. Меня. Это десятина Божья. Она нам изначально не принадлежит, только я должен своей рукой дать. Вот, допустим, ну, ребенок. У меня жена, племянник живет, она заранее знает бабушек, наготовила что-то по улице в городе. Отнести, покормить. Это не его. А он дорогой съел. Это не его. Пирог там спекла вкусный, прочее. Но этого не было. Я говорю к примеру. Он посигнул не на свое. Когда я сказал, это отнести, две бабушки живут беспризорным, уже не мое. Я сдал библиотеку книги. А там священники стараются их вытащить, там, может, уничтожить для семинария. Я за них не беспокоюсь и не отвечаю. Я это все сделал для Бога. Тысячу экземпляров у меня тираж. И 600 я отдал бесплатно сразу. Бесплатно. И развез на своем, не мое, а купили машину. Считайте, от Тихого океана до Атлантического, то никто никогда не делал. Скандинавию при Балтику прошли. И поэтому я для Бога это сделал. И вы это сделаете для Бога. Как? А вот, допустим, ты стоишь в храме, Златоуст говорит, а у тебя карман прорезали, деньги вытащили. А в храме тут жулики. Что тут за такое? А сатана этого и хотел. Все, мой человек. А ты, когда обокрали, ты скажи, Господи, прими это как милостыню. И сатана как обожженный отскочит. А иначе он тебя снова обкрадет. А если дома деньги хранишь, Златоуст говорит, положи где деньги, которые ты отдавать будешь. Десятину. Ну, а рядом свои. Ангел охраняет ту, но попутно, говорит, и твои деньги сохранит. Какие простые детские слова. Это Ян Златоуст говорит. Мы научиться даже мыслить критериями библейских истин, которые Дух Святой изрек. Не щади себя. Рано встань, помолись. Муж сказал, ни одного слова прикинь и скажи. Златоуст говорит, вышла замуж, превратись в камень. А выбери момент. И тогда скажи, вот мне сказали так, что ты прав. Но только сказали, что если не будет брать, другой раз сделать, как я сказала. А он не будет. Покорись ему. Покорись. Так вы все-таки советуете, то есть вы сказали, что и муж прав, и я тоже права. Мне лучше чередоваться вот так. Но сначала он пускай отнесет, если будет принимать. А он не принимает, я знаю. У нас была семья одна, жила у нас в Потеряевке, в Киселе. А переехали в Грецию. Ну, у нас пришла там какой-то отец Григорий или Георгий. И она, ну, не приучен и так уже. По Библии, потому что десятина-то. Принесла, ему дает, а он не берет. Почему? Потому что у него навартос другого. Свечки там продает, закрещение. Грехи это торгаши. Торгаши на каждом шагу торгуют. И он не берет. Положила к ногам и пошла. И все. А он не будет брать, скажет, догоните, верните деньги. Больше к нему с деньгами не подходи. Все. Ну и нигде ничего не покупай и не давай. Все. Отправь. Куда хотели отправить? Кто нуждается? Вот смотрите. Простите, что перебью. Я к своему мужу обратилась таковыми словами. А как же нам сейчас покупать свечи и подавать за упокой? Потому что о здравии-то мне не сильно беспокоит. За упокой. Покойников мне очень важно. Вот мы все это перестали делать. Мы не можем ни за упокой подать, ни свечу купить, там дети даже хотят. Как же так? Что же делать? Еще не надо делать. Бог это не заповедал. Вот это вас Господь уже освобождает от этого. А за упокой вы помолитесь. Бог не за рубль слышит, а сердце смотрит. Внутри вас, Царствие Божие, есть мир, радость и праведность Духи Святого. Если мы это знаем, радость Духи Святого, тогда у нас все стоит на месте. Ты хотела, а получилось по-другому. Вот у нас как? На пасеке, где пчел держат, деньги собирают все. У нас денег вообще нигде нет. У них ни с тарелкой не ходят, ни продают, ни у нас ничего в храме этого нет. Но свечи горят чисто восковые. Купили воску. Бабушки, которые одни там живут без мужей, они специально сделали трубочки, выливают, свечи этим ставят, батюшка ставят. У нас никто не ходит. Ни по иконам не ходит. Это как выходить, как к кресту подходят, тут лежит Евангелие, Библия и крест. Поцеловали икону праздника. То есть все чинно, спокойно. У нас даже переступать ногами не рекомендуется. Ни одна женщина шепотом слова не скажет. У них полная, абсолютная тишина. За семь минут дожди в храм зайти, и все замерло. Как только открыл священник царские врата, в это время первые поклоны. Мы эти семь минут благодарим за прошедшую неделю, чтобы священника Бог благословил, чтобы у него было не сонное, а огненное служение. Чтобы это действительно было по вере Божией. Мы только сейчас пришли из храма. Только сейчас. Вот так, если будете делать, у вас столько радости в душе будет всегда. Ты для Бога это делаешь. Что не делаешь для Бога? Украли тебя. Господи, прими как милостыню. А то мы не подаем. Пусть это во славу Божию. И Бог примет дороже милостыни. Еще вот такой вопрос очень важен для меня. Потому что я всем в храме говорю, что нельзя в воскресенье поклоны, то есть вообще на колени. А они спрашивают, почему? Канон. Потому что Христос говорит, в воскресенье встал, прямо стоял. И поэтому церковь вывела такой канон на соборах. Вот в пятницу вечером уже суббота наступает. Уже поклонов земных нет. Но воскресенье вечером, уже понедельник, воскресенье вечером, может уже земные поклоны на коленях. Это Бог установил. В субботу чтим как седьмой день, а воскресенье как новый день творения. Что Христос воскрес из мертвых, сотворил все новое. И нам даже вопросы православным не надо задавать. Вот сейчас, 26-го, будет прощенное воскресенье. Священники будут, владыка, прощаемся. И семь недель, чтобы ничего молочного, мясного, яиц не было в помине. А почему? Не надо вопрос задавать. Это 69-е апостольское правило. Я православный, все вопросы сняты. Я православный. И мне не надо не спрашивать ничего. Я обязан делать это и делать с радостью. А почему в среду нельзя? Да чего она хуже? Церковь православную установила. В среду, пятницу нельзя. Ну, когда можно, в календаре написано. Можно растительное масло. Если богородичный праздник, рыбу можно. И мы должны. Ты можешь не есть. Но когда нельзя, тогда не ешь. А когда можно, а ты не ешь. Вот у нас мяса совсем не бывает. Совершенно нету. И мы даже не нуждаемся. А молодые ребята, такую тяжелую работу. Деревья валим, там ручной пилим, колят. Бог силы дает. Вы видите, мы выставляем какие ролики. Какая у нас летом работа там шла. Дороги делаем, там таскают непрерывно. Жить надо активно, чтобы организм работал. У тебя и аппетит есть, и сон у тебя, в усладу тебе. Да, я согласна. Но о детям все-таки, ладно? Мужчина, он же у него организм сформировался. О детям, малый как? О детям. А вот смотрите, я вам говорю, у нас было в семье пять братьев и пять сестер. И ни один, ни один не нарушил пост. Никогда. Такие же дети. А у нас-то что было? Вообще ничего не было. Там картошка где-то и больше ничего. В деревне-то все, план брали. И ни одного больного нет. Все в армии служили. Здоровые все. Да какие еще здоровые завидуют. Мне 77 лет, я еще ни одной таблетки не съел. Мне нужды даже нет никакой. Вот так. Надо надеяться не на мясо, а на Бога. Апостол Павел говорит, что постоянно в бдении, посте, молитве. И детей к этому приучи. Златоуст говорит, если не сейчас, то когда? Ты даже ночью встала, что тебе надо? Подними ребенка, чтобы он немножко помолился, приучай его к этому. А да иначе это будет совсем неладно. Нам святые отцы так наказывают. Мы счастливые, мы не можем толковать Библию сами по себе, разнобой, как сектанты делают. У нас истолковал блаженный Феофилак. Тут наш трехтомник этот. Это что? Как Феофилак истолковал. Как святые отцы откровения истолковали. Мы верующие люди. Мы должны быть очень внимательны и послушны. Послушны, что нам сказали святые отцы. А сектанты, они этого не понимают. Они говорят как угодно. Нам их не судить, а просто жалеть и подсказывать. Мы богатые. У нас сокровища, комоны, святые отцы. Посчитайте, Василий Великий, Григорий Богослов, Ироним Стридонский. А это все оттуда уже из Рима. Ну да. Скажите, последний вопрос хотелось задать. О развитии детей. Я знаю, детей по-любому развивать нужно. Им нужна музыка. У меня девочка играет на пианино. Изучение языков. А у вас в Потерякино какие школы есть? У нас в городе, у нас община, две общины. Мы-то в Барнауре сейчас. И вот одна девочка, я мог бы ее даже вам показать, мы у них в семье. Она все время берет по музыке, там классика такая, первое место. Кажется, 90 грамот у ней уже. Грамот. Похвальный грамот. Она там из других городов, откуда собираются, там конкурсы. Она первое место все время завоевывает. Вот и все. И все, один на гитаре играет, парень учится. Другая девчонка на скрипке. То есть у них музыкальный оркестр. Это у нас приветствуется. И все они поют в хоре, на клиросе, в храме. Хорошо. Да. Спасибо, Господи. Я очень рада была беседе нашим. Вас как звать-то? Виктория. Виктория. Вы знаете смысл-то этого имени? Вы знаете, я как-то зарегистрировалась. Вита. Вита, потому что она, не знаю, вот я же говорю, я не хотела слишком где-то, чтобы меня там видели. Ни по какой-либо причине. Просто я такой человек. Не надо, что не надо, не говорите никогда. Не люблю я вот где-то все это. И вот, да, я знаю, Ника, Победа. Да. Не знаю. Победа. Виктория всегда была. Виктория почему показывает вот так вот, когда. Это, значит, В-буква первая, Виктория, Победа. Ну и побеждайте. Побеждайте страх. Побеждайте свое я. Это очень трудная борьба. И где видите, что не так, лично не сказать. Побеждайте язык, лишний раз, чтобы не сказал. Вот это пост. Если сон, еда, вот думайте, как дети, не как пост. У нас, как только от груди ребенок отсажен у матери, все, молока ничего не дадут. А в деревне жили, никогда никто не нарушал. А бабушке уж было там 90 лет с лишним. И она совсем мало ела. Она уже не могла, лежала на бакуе. Вытащите меня на улицу. Она лежит там, то лук обрезает, то работает. Она никогда пост не нарушала. Я вот был в армии. Все на этом. Булькнуло только. Ну, наверное, все. Я это сейчас скажу. Игнатий Тихонович. Так. Ничего уже не сделать. Наверное, это чувство. Мы с вами встречаемся. Спасибо, Господи. Я вам очень благодарна. Я сейчас вам скину. Скину о семье. И вы, когда зайдете, оглавление почитайте там. Там обо всем будет. В этой книге. К истинному православию. А когда книги у вас будут, вы там это будете считать и видеть. Спасибо, Господи. Я повторяю. Книга, которой 40 лет собирал я материалы. Это очень-очень большой труд. Спасибо, Господи. Для меня она очень важна, эта книга. Я надеюсь, мой муж в будущем не оплетит. Прямо сразу не отходите отсюда. Выключайте пока. Спасибо, Господи. До свидания. До свидания. Богу слава. Хорошая встреча. Какие голы дал людей.